Алексей Невальни, Россия's most prominent opposition leader, has reportedly died in one of the country's harshest jails, near the Arctic Circle. The Economist interviewed Невальни in 2017, ahead of Russia's 2018 presidential election, which he was later barred from contesting. Журналисты посчитали, что каждый пятый день своей избирательной кампании я провел в тюрьме за решеткой, и это, конечно, очень хорошо характеризует то, что происходит в российской политике. Но, к сожалению, мне это не доставляет ни малейшего удовольствия или какого-то наслаждения, но это какая-то уже стала рутиной моей жизни. Ну, ты должен быть к этому готов, если ты занимаешься оппозиционной борьбой в авторитарной стране. А эмоционально это любопытно, потому что, с одной стороны, ты оказываешься в суде, ты понимаешь, что сейчас совершенно незаконно, тебя посадят на 20 суток. И это, безусловно, очень раздражает, потому что ты видишь насмешку над судом, ты видишь вот эти ложные показания, это действительно похоже на театр абсурда. Но, с другой стороны, как это ни странно, ты постоянно чувствуешь какую-то поддержку. Тебя полиция, вот конвой, везет в тюрьму и говорят, ну, вообще-то, конечно, ты молодец. Вот эти тюремщики твои говорят, давай найдем место, где нет камеры, чтобы мы с тобой сфотографировались. Это очень интересный опыт, когда ты видишь, что ты получаешь поддержку даже от тех людей, которые, по идее, тебе поддержку никак не должны оказывать, потому что, опять же, Кремль постоянно пытается доказать, что оппозиционное движение в России – это какая-то узкая прослойка очень образованных либералов. Такие люди уже присыщены, им нечего делать, и поэтому они пошли в оппозиционную политику. А я со своей стороны вижу, в том числе, когда я нахожусь в тюрьме, что поддержка наших идей есть у самых простых, обычных людей. Его цель очень простая. Он хочет быть пожизненным императором, царем, самодержцем, фактически, России. И у меня, честно говоря, мало есть сомнений, что они создают такую новую феодальную систему, и у них на самом деле в голове идея передачи власти потом просто по наследованию. То есть, де-факто, у нас уже есть такая новая путинская аристократия, новые путинские феодалы. Поэтому в этой ситуации, в этой политической, среде, в этой политической реальности, какое я вижу свое место? Я вижу свое место как человека, который борется с этим, который занимается организационными действиями, который пытается объединить людей вокруг себя, которые хотят этому противостоять. Таких людей очень много. Гораздо больше, чем принято считать. Да, сейчас они выключены из политической системы, но этих людей много. Я борюсь за лидирующие позиции, за лидерские позиции, чтобы возглавлять этих людей. Но, конечно, я не один.